Замоначальник генштаба Арсланов обвиняется в мошенничестве на 7 миллиардов рублей. Об этом стало известно на рассмотрении апелляции на арест имущества генерала. Само дело возбудили еще в 2013 году, когда были выявлены хищения при ремонте и обслуживании техники. Мошенничество на 7 миллиардов в Минобороны. Замоначальник генштаба Халил Арсланов обвиняется в двух эпизодах мошенничества почти на 7 миллиардов рублей. Об этом стало известно на рассмотрении апелляции на арест имущества генерала. При этом уточняет, что сами обвинения военному были предъявлены еще в октябре прошлого года. Само дело возбудили в 2013-м, когда были выявлены хищения при исполнении контракта на ремонт и обслуживание военной техники. По данным издания Life, речь идет о заказе программных маршрутизаторов, оборудование с помощью которого создаются небольшие сети с безопасным трафиком. Вместо российских приборов были закуплены китайские, которые стоят в три раза дешевле, да еще и с американским ПО. По бумагам стоимость каждого миллион рублей. Военные просто переклеили этикетки. Зам. начальника генштаба Халил Арсланов возглавлял управление связи. В чем конкретно его обвиняют, неизвестно. Показания на него дал подчиненный, генерал Александр Оглоблин, который заключил сделку со следствием и благодаря этому вышел из СИЗО. В свою очередь на Оглоблина, как пишет газета «Коммерсант», указал бывший глава военно-телекома Александр Давыдов. Эта компания, принадлежащая Министерству обороны, выступала поставщиком оборудования. Давыдова и его подельников арестовали два года назад и также отпустили, заключив досудебное соглашение. Фигурантом дела также проходит полковник Павел Кутахов, который отвечает за госзаказы. Сейчас он сидит в СИЗО. Генерал Арсланов находится под подпиской о невыезде. Оба вину не признают. В декабре суд арестовал имущество генерала, земельные участки и недвижимость на несколько миллионов рублей. Сегодня стало известно, что Миноборона отозвала ИСК Карсланову о компенсации ущерба на несколько миллиардов рублей. Причины не уточняются. Это может говорить о зыбкости доказательств в этом деле, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Там вполне может быть, что в погоне за галочками следствие формально к местразличиям подходит. Когда начинаешь разбираться, выясняется, что там в принципе в рамках закона все было сделано. Была такая фирмочка, помню, да. Вся производство, которое заключалось в перегляхе шильдиков. И то они не доработали. Они внутрь не стали лазить, а там на самих платах так и остались китайские шильдики. Не первая такая история. Вы понимаете, вот маршрутизатор – это отдельное изделие, да. Он входит в комплект какой-то там. Ну, Арсланов лично не может отследить каждый комплектующий в составе изделия. Почему именно на него вот это как наконечное лицо повесили? Ну, удобнее, наверное, так для следствия. Вообще-то это должна принимать военная приемка, да. Соответствует комплектующий и техническим требованиям Министерства обороны или нет. Как военная приемка пропустила вот эту фигню в состав изделия? Это их надо спрашивать. Военная приемка Арсланов не подчиняется. Виктор Мураховский. Дело может так и не дойти до суда, что у Ферроле стекает срок расследования.